Моё почтение, уважаемые дамы! Здорово, мужики! Сегодня я расскажу о том, как и на что можно укладывать паркет. Условно, методы укладки паркета можно разделить на три основные группы. Первая – укладка плавающим методом. Вторая – напрямую на бетон. И третья – при помощи подложки. Итак, первый метод – плавающий способ. При укладке данным методом самое главное – жестко соблюдать технологию укладки. На основу укладывается гидроизолирующий слой. Потом мы используем либо синтетическую, либо натуральную подложку. Сверху собирается финишное напольное покрытие. Данный метод является наиболее бюджетным. При его эксплуатации не используется ни клей, ни шурупы. И это его основной плюс. Но у него полны-полно минусов. Одним из минусов данного метода является невозможность использования современных методов стыка между паркетом и, например, напольной плиткой. С другой стороны, уменьшается время жизни напольного покрытия. Увеличивается вероятность того, что со временем появятся щели между досками. Также уменьшается возможность его последующей реставрации. Как следствие, я бы рекомендовал данный метод для маложивущих бюджетных напольных покрытий, таких как ламинат. Но, на мой взгляд, он абсолютно не подходит для топовых, таких как паркет. Второй метод – прямое приклеивание напольного покрытия на бетонное основание. Важно перед нанесением клея использовать грунтовку. Обязательно используйте грунтовку с пара- либо гидроизолирующими свойствами, такую как, например, Bona R540. Клей лучше всего использовать силановый, который сохраняет свою эластичность в течение всего срока службы. Лучший представитель данного класса клеев, который можно купить в России – это Bona Quantum. Наносим его зубчатым шпателем. Лучше всего подобрать подходящий под башни напольного покрытия, основание и выбранного вами клея. Какие же плюсы и минусы есть у данного метода? Прежде всего, он все еще является достаточно бюджетным и экономит время во время укладки. Но при этом он является очень требователен к качеству бетонной стяжки и атмосфере в помещении. Я бы рекомендовал его для людей, которые собираются использовать данный метод в небольших помещениях и готовы поддерживать стабильную влажность в нем круглый год. Давайте перейдем к третьему финальному методу укладки напольных покрытий на подложку. Данный метод, как и в предыдущем случае, подразумевает использование грунтовки. Однако здесь можно использовать более бюджетный вариант. Например, лучшим в России на сегодняшний момент для данного метода является Bona D501. После чего при помощи клея и самореза мы монтируем два слоя фанеры. На нее укладываем финишное напольное покрытие при помощи клея и специальных шурупов. В случае, если по каким-то причинам мы не можем использовать полный пирог с использованием фанеры, можно использовать тканевую подложку. Она также монтируется на клей, после чего на нее на клей монтируется финишное напольное покрытие. Данный метод укладки напольного покрытия является относительно дорогим, но при этом вы исключаете возможные неожиданности, такие как появление скрипов, либо деформация каких бы то ни было частей паркета. Также вы значительно улучшаете его параметры по звуко- и теплоизоляции. Но самое главное, вы на десятилетие продлеваете срок службы вашего напольного покрытия. Меня зовут Роман. Я являюсь управляющим паркетной студией DEPOL. И если вы действительно задумывались по поводу укладки деревянных напольных покрытий, обязательно позвоните нам по телефону в описании данного видео, зайдите на наш сайт или посмотрите наши группы в социальных сетях. Мы обязательно окажем вам качественную консультацию, а еще лучше, организуем вы и специалисты, которые посмотрят ситуацию на вашем объекте и подберут для вас идеальный метод укладки вашего напольного покрытия. Всего вам самого наилучшего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!